Это письмо сатаны. Губернатор у нее на связи, мэр у нее в приемной. Именно для него изменили закон о статусе судей. Иногда интимные умения перерастают в основание карьерного роста. Не нужна никому твоя работа, государству, не нужна. Они получили 100 миллионов долларов. Мои коллеги судьи получили 100 миллионов долларов олимпийского финансирования. Ваську в расход, Петьку в расход. Появится своя кровавая барыня. Обманула президента нашей страны. Обманула. И вот Елена Владимировна думала, что с ней никогда этого не произойдет. Представьте, занимает самые крутые должности в краевом суде. Она является свахой председателя краевого суда. А все говорят, что вы используете эти кубанские понятия. Сваха, свак. Это не юридически значимые действия. Я говорю, ну вы знаете, у них дети попереженились. У них внуки общие. Они для своих внуков, бабушки и дедушки. Это побольше, чем закон? Это побольше, чем закон. Когда тем более свах и сваха или кумовья вместе там в законе находится у нас. Я говорю, как это так? У них детишки вместе спят, детей рожают. Они вместе для них родные, дедушки и бабушки. Поэтому она, знаете, как у нас была королева Елизавета и была еще королева мать. Поэтому у Хахалева у нас была королева мать. И поэтому все ее боялись и говорили, боже мой, она же с ним дверь ногой открывает. И поэтому она считала, что с ней никогда ничего плохого произойти не может. Губернатор у нее на связи. Мэр у нее в приемной. Председатель суда у нее на посылках бегает. Судьи все трепещут в ужасе и в страхе перед ней. И поэтому она думала, ну что может мою эту подшатать. И поэтому подшатал судья Новиков всю эту ситуацию. Потому что сижу я как-то раз в отеле и думаю, пойду-ка я в ФСБ схожу. Сегодня свободный мне день. Жалоб у меня было много приготовлено. Я их уже много расписал. Я утром проснулся в отеле в Москве, сконструировал новую жалобу и пошел на Лубянку. На Кузнецком мосту, там приемная ФСБ. Но прихожу, говорю, скажите, а как сделать так, чтобы эта жалоба попала Бортникову? А там сидит женщина замечательная, говорит, а вы напишите, что это личный пакет. Я говорю, ух ты ж, такой вариант возможен. И пишу личный пакет. Мы говорим, что там не было денег, порошков всяких и отправим. Проходит две недели и звонит мне вот этот крутой юрист, который, как считает Хахалево, организовал всю войну против нее и говорит, слушай, у меня такая новость для тебя замечательная. И он говорит, скажи, ты писал что-нибудь Бортникову? Я говорю, писал, а он этого знать не мог. Говорит, так вот, говорит, твое письмо до Бортникова дошло. Он его прочитал и в урну не выбросил. Более того, он позвонил начальнику ФСБ Краснодарского края и задал вопросы по твоему письму. И спросил, говорит, кто такой Чернов? А ему отвечает начальник ФСБ, классный мужик, вот такой, говорит, а кто такая Хахалева? Классная баба. И он задал вопросы по твоему письму. А я об этом всем в этом письме написал. И, видимо, местные ФСБ сотрудники, которые крышевали ее, поняли, что информация вышла за пределы. Надо что-то делать. Да, надо что-то делать и показывать свою непричастность. И как мне ответили, не знаю, правда нет, сказали, что начальник ФСБ ответил, нужно проверить. И к утру сбросил все то, что было накоплено за эти годы в отношении этой двойки запряженных королей. И через две недели у председателя Краевого суда проходит кадровая комиссия, где его должны были назначить на должность председателя 4-го кассационного суда. То есть это тот суд, который подменил собой президиум Краевого суда и распространил свою власть на 9 других регионов. То есть если раньше они руководили только Краснодарским краем, то назначение Чернова на эту должность позволило бы руководить Хахалевой уже 9 регионами нашей страны. Ростовом, Старополем, Адыгеем, там сколько там входит регионов. И вот через две недели кадровая комиссия администрации президента, на заседании кадровой комиссии присутствует заместитель Бортникова, если я не ошибаюсь по фамилии Смирнов, и его очень активно поддерживает заместитель министра внутренних дел нашей страны, где они выступают против прохождения кандидатуры Чернова, держа в руках жалобу вашего покорного судьи Новикова. И он не проходит назначение, единственный из всей страны, а он был самый главный в этом вопросе, потому что, говорят, именно для него изменили закон о статусе судей, который позволял занимать должность председателя кассационного суда человеку возраста до 76 лет. Почему не пяти? Почему не восьмидесяти? Почему именно 76? Потому что Чернову было 70 лет исполнять в этом году, а на должность нужно было назначить на шесть лет. И поэтому они ему сделали, под него закон подогнали. И тоже этот друг смеялся. Это, наверное, шутка. Это, наверное, шутка. Говорят, что им принятие этого закона, который позволил именно на этой должности работать до 76 лет, как смеялись все, в том числе и Хахалева, обошелся в миллиард рублей. Миллиард рублей. Вот эта поправочка. Поправочка, чтобы цифра была 76, маленькая циферка. И они сказали, что это, говорит, полная фиаско. Это предположение. Мы же не можем сказать, что у нас законы можно купить. Это невозможно. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Ну, очень странная цифра, если на самом деле. Почему 76? Почему не 77? Почему не 74? Чем можно обосновать вот именно такую цифру? Ну, ладно, может, они представили заключение Академии медицинских наук, которая не существует уже в нашей Российской Федерации. И доктора сказали, что именно после 76 наступает деменция. Да, но тоже нет, потому что Лебедеву сняли ограничения, он до 95, до 104 может сидеть, то есть до смерти быть в кресле. Поэтому эта цифра 6, 76 появилась, я думаю, без всякого к тому обоснования. А единственным обоснованием, о котором нам говорят, это миллиард рублей. И вот, я в это не верю, не верю, это сплетни. Прихожу я к Чернову, и он так подходит ко мне и говорит, и так ведет меня палацком, он пиджакает, говорит, и за тебя все, и за тебя все. Я говорю, и за подружки вашей, подружайки вашей, хахалевой. Говорю, они за меня. Потому что она научилась вить веревки из него. А про председателя Верховного Суда она говорила так, Лебедев знает, что я баба умная, он меня хвалил на совещании. Говорит, ну, тебя подвели. Говорит, он тебя похвалил на совещании. Тем более, все эти совещания, совещаниями иногда называются вовсе не совещания, понимаете. Если ты сидишь на губернаторской яхте в море, и тебя окружают 4 катера ФСОшников с автоматами, отгоняя плавающих тетенек, понимаете. То, что происходит здесь, это не совещание. Поэтому, да, можно и похвалить красивую женщину с красивыми формами, которая умеет вовремя смеяться. А иногда там, а некоторые очень даже безотказные, понимаете. Поэтому, почему я сказал, что я жалею, что некоторых назначил судей. У меня были ситуации, когда там председатель приезжает сюда, говорит, ну, поговори вот с этой, поговори вот с этой. Такая красивая, хочет стать судьей. Я говорю, поговорю, хорошо, зову ее. Я говорю, ты хорошая, ты пригожая. Я говорю, ты обязательно будешь судьей годика через два. Но появился шанс стать судьей уже завтра. Я говорю, что нужно для этого делать? Я говорю, на дачу приглашают. Я согласна. И вот сколько вот этих любви обильных, утешных историй, благодаря которым кто-то стал судьями, и сегодня вот с такими губами. Я говорю, девки, дорогие мои, когда вы идете в судьи, вы от старых привычек избавляетесь. Я вот это, сижу в кровавом суде иногда, вот с такими губами, знаете, так идет, накачанными. Думаю, ну ты же судья, ну зачем тебе, для тебя губы не главное. Они смеются с меня, там, хахливые. Решение читать. Да, решение читать, да. Да. И поэтому иногда интимные умения перерастают в основание карьерного роста, очень хорошее. То есть 2 миллиона, еще один вариант, интимные умения. Успех приходит через одну из трех составляющих, как часто я говорю. Это ум, красота или секс. И не у всех есть ум, понимаете. И поэтому некоторым ума не хватает, они компенсируют сексом и красотой. И это бывает успехом. И вот сидим мы в кабинете у Чернова с Хахалевой, это у Краевого суда. А я опять жалуюсь на них, там жалую пишу. А они понимают, что Новикова надо держать, Новикова нужно сдерживать, чтобы он, ну, я жалею, что я все равно словинку надавал, шел на некоторые компромиссы. И говорит, так, давай сегодня у него будет дело, так, давай ему красивую судью дадим. Ну, кого дадим? И они выбирают, какую, чтобы ему было приятнее сегодня. Они издевались над судьями. Дадим ему, там, вот эту судью. Ну, правда, выхожу, такая у нее грудь, такая сделанная, накачанная губы, такие волосы белые. Спасибо. То есть они сидят и издеваются над судьями, понимаете. То есть они, судья для них, это марионетки. И теперь, после всего того, что много лет они кайфовали, понимаете, издеваясь над судьями, лишая их независимости, свободы, самостоятельности, направляя все потоки и дел, и денег только через свои кабинеты, давая объедки с барского стола, она сегодня кричит президенту и говорит ему о том, что Владимир Владимирович подрывает независимость судебной власти. Да ты всегда сама была зависимая. Иногда от денег, иногда от связей, иногда от звонков. Это письмо сатаны, которое пытается, которое пытается искусить и обмануть нас всех. На самом деле, за каждым словом, которое написала она, стоит ложь и обман. Там нет правды, там нет истины, там нет справедливости. Обман в каждом слове. Верить этому письму нельзя, потому что все то, на что оно в нем ссылается, что проверяли, подтверждение не нашли. Вы знаете, все проверки засекречены. Кто бы ни попросил информацию по ним, под любым предлогом не дают этой информации, потому что знают, что все то, что они вынесли сейчас, на первом этапе, может быть отменено на очень стоящих процедурах обжалования. Поэтому они не дают нам обжаловать эти вопросы, они прячут эти результаты проверок от нас. А на самом-то деле, ну нельзя было учиться одновременно в двух вузах в разных государствах, понимаете, летая. Я часто мотаюсь в Москву, в Санкт-Петербург, в Краснодар, у нас самолеты. Но и то, и то же не каждый день, а она училась у нас одновременно, понимаете. И в Краснодаре, и, как она говорит, в Сухуми, потом в Тбилиси, при этом работала в школе и в ветеринарке. Ну не бывает, невозможно это технически сделать одновременно. Поэтому все то, на что она ссылается, является ложью, которая должна быть опровергнута, отменена, и она должна быть наказана. Потому что то, что она была назначена в 2000 году судьей, означает лишь то, что она в 2000 году обманула президента нашей страны. Обманула. Потому что диплом она свой получила после указа президента о назначении на должность судьи. А первый диплом она прятала. Вы знаете, жизнь же она заключается не только в судейской работе. У Лены Владимировны есть несколько образований. Она может реализовать себя как ветеринар. У нее есть ветеринарное образование. Она работала ветеринаром. Зверюшка мне жалко? Ну, да, зверюшки нам не расскажут, конечно. Они не расскажут нам издевательств над ними. Поэтому можно ветеринаром продолжить работать, можно учителям пойти в школу покаяться и сказать, что дура была, не права. Да, ошибок допустила очень много. Причем она всегда меня учила другому. Она мне говорила, ну Новиков, ну ты что-то не понимаешь. Так сядут они вместе с председателем суда. И мне председатель краевого суда говорит, Новиков. Ну, был это у меня один умник, председатель судебной коллегии по уголовным делам Миненко. Он мне всегда говорил, я веду всю работу, я веду всю работу. А я ему говорю, слышь ты, кому нужна твоя работа? Мы же не на дядю работаем. Это когда ты на дядю работаешь, дядя проверяет тебя, смотрит, какую ты отдачу даешь. Это не нужна никому твоя работа, государству. Не нужна, это не совершенно все равно, сколько ты работаешь, сколько ты дела рассматриваешь. Нужно послушание и обеспечение того личного режима политического, который они захватили в судейском сообществе Краснодарского края. Но в этом же есть своя логика определенная. Страшная для каждого из нас. Да. Вот она должна испугать вас, она должна испугать вас, вас. И каждого зрителя, который смотрит вас, она должна вернуть вас в шок. Что в принципе закон, исполнение закона, это не основное. Я пострадал только лишь за то, что я попытался жить так, как призывал жить всех тех, дела которых я рассматривал. Вот привозят мне подсудимого, а я ему говорю, разъясняю вам гражданский долг и обязанность правдиво и полно рассказать суду обо всех известных вам обстоятельствах. Я ему говорю, что укрывательство преступлений есть преступление. И поэтому, когда у меня стал выбор рассказать о том, как они своровали 100 миллионов или скрыть эту ситуацию, арестовать землю или снять арест с земли, они получили 100 миллионов долларов. Мои коллеги-суди получили 100 миллионов долларов олимпийского финансирования. Я почему к Путину стремился, потому что я интервью прочитал, что он говорил, что мы будем благодарны всех и каждому, кто представит нам доказательства коррупционных проявлений в ходе олимпийского строительства. И они меня тут же арестовали. Когда я написал Путину, я же пошел в ФСБ, в Верховный суд, в администрацию президента, в Следственный комитет. Они меня арестовали, я переборщил, я их напугал. И вот они берут публикации в средствах массовой информации и по лицу меня бьют и говорят, тебя, козла, нужно повесить, потому что право, ты забыл, ты забыл, что право – это возведенное в закон воля господствующего класса, к которому ты не относишься. Поэтому вы, дорогие мои, вы, вы не относитесь к господствующему классу, поэтому воля, может быть, если не дабы что-нибудь случится, может быть направлена на ваше уничтожение. Никому не нужны ваши слезы, никому не нужны ваши вопли о том, что у вас дети, семья, что вы ничего не делали. Это не нужно никому, потому что… Когда на кону стоят там, как говорите, 100 миллионов, там уж… А там уж вообще, а иногда на кону стоит… Ну вот представьте, она дочку замуж выдала, на свою пригласила всех – начальника следствия, ФСБшников, мэров, губернаторов, а потом прокуроров. Прокурор приходит и говорит, ой, у нас там такое дело спорное, ну поддержите, потому что если вы оправдаете, то прокурора уволят с работы. Если прокурора уволят с работы, или начальника следствия уволят с работы, или понизят должности, значит крыша уйдет, значит взять, окрышевать некому будет. Поэтому подумают, ой, Васька, Петька, Сережка, ой, сколько таких Васьек, Петька, Сережек еще будет, а прокурор-то один, поэтому Ваську в расход, Петьку в расход, прокурор скажет, ну ты да поаккуратнее, ты там не борзей слишком. Пошли, обнялись, водочки выпили и забыли вас. Очень часто Хахалева на праздниках, вставая, произнося тост, говорила, что мы элита, мы элита, судей это элита, а я считаю, что совсем даже и нет. И вот пока мы будем считать, что судей это элита, а вы все холопы, и вас за чубы надо таскать, за чубы, понимаете, и воспитывать вас, чтобы вы рот не открывали, чтобы вы в страхе жили, то тогда у нас есть шансы, что в каждом городе, в каждом районе появится своя кровавая барыня. Вот в данном случае я считаю, что Хахалева является кровавой барыней. Она скажет, Новиков, ну мы же с тобой дружили, мы же с тобой общались, ну что же ты так делаешь? А я говорю, а вы знаете, кто у нас первый предал, кто у нас первый предал Христа? Друг, друг. И вот этой Иудой у нас оказалась Хахалева, она меня предала. Я для них был отработанное пушечное мясо, которое смело, или говно на бордюре, как они иногда говорили, которое смело открыть рот. И поэтому то, что сегодня пишет она, это нелепо и противно читать мне. Либо ты настолько думаешь, что все кругом дураки, либо ты считаешь проскочить, как сказать, просто проскочить. Ну я думаю, что нелепо и глупо, кажется, звучит это не только для вас, но и для многих читателей, которые читали это письмо. Посмотрим, как на это президент отреагирует. Я надеюсь, что не отреагирует. Мы надеемся, что отреагирует так, как надо. Или отреагирует так, как нужно. Нужно отреагировать в соответствии с буквой закона. Абсолютно правильно. Потому что у нас есть куча других поводов для реакции президента, нежели желание Хахалевой захватить свои имперские амбиции. Спасибо вам за интересный рассказ. И ждем вас обязательно у нас еще в гостях. Субтитры создавал DimaTorzok